Добрый день! В прямом эфире программа Вести Ульяновск в студии Ксении Грищенко и вот главные темы этого выпуска. Уйти от перетопа или недотопа и платить за конкретно потребленное тепло. Будет расписан график поэтапного перехода до цены альтернативной котельной в течение 10 лет. В Ульяновске обсуждаются плюсы и минусы возможного перехода на альтернативные котельные. Новые рябины и выбор Борис Шиповник. В Ульяновске продолжается акция «Посади и вырасти свое дерево». Это очень здорово, что вместе с специализированными службами по благоустройству и озеленению в этой акции принимают участие жители Ульяновской области. Накануне в новом городе были высажены еще 22 источника кислорода. Кому снег почистить зимой, кому продуктами помочь по осени. В регионе начали работать мобильные бригады. В районах области опрашивают одиноких пенсионеров с целью помочь людям. Альтернативные котельные. Именно они стали темой брифинга в стенах администрации Ульяновска. В настоящее время изучается возможность перевода областного центра на оплату тепловой энергии по-новому. Непосредством тарифов, а через установку цены за получаемое тепло и контроля параметров полученной энергии. Цель – модернизировать систему отопления, уйти от так называемого «перетопа» и, следовательно, от переплат. Как заверил директор регионального департамента цены тарифов, никакого резкого скачка оплаты жителям опасаться не стоит. «Будет расписан график поэтапного перехода до цены альтернативной котельной в течение 10 лет. При этом в этом соглашении будет жестко поставлено условие о том, что совокупный платеж гражданина не вырастет больше, чем индекс платы граждан, утверждаемый правительством Российской Федерации на территории Ульяновска». Администрация города и тепловики заключают соглашение, согласно которому будет регулироваться качество подачи тепловой энергии в дома, а также ход ремонтных работ на сетях. Одна из крупных компаний на энергетическом рынке готова вложить значительные средства в модернизацию тепловой системы Ульяновска. Необходимость в этом давно назрела. Однако, по данным городских властей, о монополизации рынка и передаче из городской собственности муниципальных предприятий, отвечающих за тепло, речи не идет. «Запланированы инвестиции более 7,5 миллиардов рублей. Это инвестиции, которые будут направлены на тепловые сети, на источники теплоснабжения, на оборудование, в том числе муниципальных предприятий. О какой-либо перспективе передачи муниципальных предприятий. Об этом вообще речи нет. И все это слухи, это спекуляция, это специально, я не знаю, кому-то это выгодно». В настоящее время переход Ульяновска с будущего года на альтернативные котельные обсуждается на муниципальном и областном уровнях. В Ульяновске продолжается акция «Посади и вырасти свое дерево». Осенняя посадка – это дополнение к более массовой весенней. Накануне по проспекту Туполева были высажены 22 дерева. Всего в Заволжье за сезон посадили более 700 насаждений. Это саженцы рябины, тополя, черемухи, ивы. «Посадили рябинку, посадили, соответственно, иву. Люди очень просили, которые проживают здесь, вот рядом с проспектом, чтобы благородные деревья находились здесь». Город предпочитает невысокие деревья, например, рябину, чтобы не мешать коммуникациям. Также здесь способны прижиться и украсить с собой каменные джунгли такие декоративные кустарники, как барбарис, шиповник, снежный ягодник. За 3-4 сезона они способны создать живую изгородь. В этом году в Ульяновской области было высажено 15 тысяч насаждений, и 3 тысячи из них посажены самими жителями во дворах и парках. «Активно высаживались деревья в городе Инза, в городе Сенгелии. И очень активно, традиционно у нас прошли осенние посадки в таких муниципальных образованиях, как Барышевский район, Меликевский район, город Димитровград. Например, в городе Димитровграде мы еще летом получили большое количество заявок. Это очень здорово, то, что вместе с специализированными службами по благоустройству и озеленению в этой акции принимают участие жители Ульяновской области». В Минприроде сообщили, что осенняя посадка в регионе будет идти, пока позволяют погодные условия. В Ульяновской области стартовал конкурс «Региональные лидеры-2019-20». Он направлен на развитие и поддержку перспективных и талантливых граждан страны. Истинных лидеров с участниками кадровых конкурсов и проектов встретился глава региона Сергей Морозов. Конкурсы «Региональные лидеры» проходят в нашем регионе в третий раз. Это аналог всероссийского проекта «Лидеры России». Одним из его полуфиналистов прошлого года стал Игорь Петрищев, проректор Ульяновского педуниверситета. Но это ненадолго. Не так давно его выбрали уже на должность ректора вуза. Сам 35-летний руководитель считает, что во многом обязан конкурсу лидеров. «Конкурс действительно уравнивает всех участников на начальном этапе. То есть здесь не помогут никакие связи, здесь не помогут никакие знакомства. Здесь важны те знания, которые есть у человека, и важно то стремление, которое у него есть». Во встрече приняли участие порядка 70 человек. Это полуфиналисты и финалисты всероссийского и регионального конкурса в прошлых лет. А также представители резерва управленческих кадров Ульяновской области. Участники президентских программ, руководители организации и предприятий. В данном состязании помериться силами могут люди с высшим образованием до 55 лет. Конкурсантов этого года ждет тестирование, дебата, деловая игра, личностно-профессиональная диагностика. «Науха у этого года – это зимний переход через Гогу. Часть членов правительства и, возможно, представители. Пойдем зимой по льду и плать зимний переход по льду». По итогам суммирования баллов, полученных участниками в ходе всех этапов конкурса, определятся 10 финалистов. Все они будут зачислены в региональный кадровый резерв. Цель конкурса – не только воспитать руководителей нового поколения, но и реализация принципов меритократии. Принципов управления, согласно которым руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. «Начинается этап реформирования правительства, и в ближайшее время правительство будет резко, кардинально поменено. И с точки зрения организационно-управленческой модели, и с точки зрения, конечно, мы будем заниматься привлечением большого количества новых представителей гражданского общества, модель управления, новую систему управления Ульяновской области». На мероприятии активные и талантливые ульяносы приняли участие в мастер-классе «Как пройти и подготовиться к кадровым конкурсам, личный опыт», а также в уроке карьерных консультаций от топ-менеджеров. Елла Шахова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. 24 октября в 14.00 в приемной президента Российской Федерации в Ульяновской области прием граждан проведет управляющий Ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования России Сергей Фролов. Справки и предварительная запись по телефону 41 12 31. Ульяновск впервые принимает 17-ю национальную конференцию по развитию искусственного интеллекта. На базе Ульяновского политехнического университета сегодня собрались ведущие специалисты и ученые в области интеллектуальных систем. Еще 60 лет назад искусственный интеллект был сугубо теоретической наукой, но уже сегодня успел стать частью современной жизни. Без него немыслимая бизнес-технология, на нем уже строится общение, работа голосовых помощников и навигаторов. В последние десятилетия отдельным отраслям искусственного интеллекта продолжают находить серьезное применение. Это прежде всего области, связанные с различного рода распознаванием, узнаванием, машинным обучением. В то же время те аспекты, которые интересовали нашу ассоциацию, это проблемы, связанные со знаниями и рассуждениями. Секции, круглые столы и десятки докладов по самым разным проблемным вопросам развития искусственного интеллекта. И самое главное, общение и интеграция ведущих специалистов со всех регионов в единое комьюнити сообщества. Мы надеемся, что эта конференция позволит нам получить новый импульс для развития научных исследований. Потому что интеллектуальные системы, прикладные интеллектуальные системы важны для предприятий нашего города, нашей области. А в Ульяновской области много наукоемких, высокотехнологичных предприятий. Поэтому мы считаем, что это мероприятие имеет большое значение для того, чтобы мы продвигались в направлении научно-технического развития региона. Конференция продлится до 25 октября и станет ежегодным мероприятием. В Ульяновске стартовал всероссийский конкурс «Учитель нового поколения». Он стал седьмым по счету и собрал команды вузов из разных регионов страны. Среди них Омск, Благовещенск, Казань, Самара и Глазово. Так какой он современный учитель? Самое главное, что это профессиональный человек, у которого теоретические знания сочетаются с практическими умениями. Доброжелательный, позитивно настроенный, умный и любящий детей. Это прежде всего IT-учитель, который может все. Команда из Ульяновской области в этом году не принимает участие в конкурсе. По итогам прошлого конкурса наши земляки одержали победу и завоевали право принять творческое состязание за звание учителя нового поколения на своей земле. Среди тех, кто будет оценивать участников из других регионов, преподаватели УЛГПУ и педагоги школ региона, представители областного Минобра и народные учителя. Продлится конкурс по 24 октября. Именно в этот день станет известно имя победителя. В Корсунском районе второй месяц работают мобильные бригады. В состав входят представители администрации поселения, сотрудник соцзащиты и медработник. Бригада посещает одинокопроживающих пожилых граждан. Каждый из специалистов опрашивает, в чем нуждается пенсионер. Особенно зимой, что летом, ладно, ползаю. А вот сейчас у меня асма, я не могу на двор выходить. Снег будет. Вот. А его убирать ведь надо. Выявляется в ходе обследования и посещения семей, выявляется ряд проблем, как вот сегодня, например, при посещении семьи Антонины Дмитриевны, выявлена проблема нуждаемости в социальном обслуживании. Обязательно человек к зиме будет принят у нас на социальное обслуживание. Антонине Никишиной теперь будет, кому почистить снег. Таким образом, за месяц мобильная бригада уже посетила более 170 корсунцев. 25 из них были доставлены в районную больницу. Автомобиль мобильной бригады используют для транспортировки людей старше 65 лет. Для них там установлен подъемник для заезда инвалидной коляски, поручни, сидения повышенной безопасности, система отопления и кондиционер. И на этом выпуск программы «Вести Ульяновск» подошел к концу. Далее авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». 8.40. Местное время. Суббота. В студии Ирина Шмыгова. Доброе утро. Актуальные темы. Полезные советы. Зарядка. Кулинарные секреты. Обо всем этом расскажем в программе «Местное время. Суббота». На канале «Россия». Не проспите. Смотрите в субботу в 8.40 на канале «Россия-1». Знаешь, кто я? Государь-батюшка Петр Федорович. Большая премьера на канале «Россия». Вон ты еще против царицы. Никакой ты не царь. И царица твоя скоро умрет. Емельян Пугачев. Беглый казак, посигнувший на престол. Он действует не один. Ему кто-то помогает. Это тайная война, которую ведет один из европейских монархов. Екатерина. Самозванцы. Уже сегодня. В 21.00. Сейчас в Ульяновске 10 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok